МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Ксения Апианова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Город в дыму, горят леса в мордовском заповеднике. Остановить пандемию в Сарой продолжается вакцинация от COVID-19. Великий фолтоводец в Мордовии проходит мероприятие, посвященное 20-летию канонизации Федора Ушакова. Далее расскажем обо всем подробно. В памяти саровчан еще свежи воспоминания о пожарах летом 2010-го, когда огонь вплотную подошел к городу. Сильный запах гари, который появился в воздухе накануне вечером, испугал многих. В социальных сетях саровчане делились фотографиями улиц, которые завлакло дымом. Причиной возгорания торфяников в Мордовском государственном природном заповеднике стала сухая гроза. Орфеат Суньев сообщает в своей группе ВКонтакте, что пожарные и аварийные подразделения ядерного центра города оперативно отреагировали на сигнал. Также прибыла сводная мобильная группа МЧС Мордовии. Специалисты сразу начали работу по ликвидации очага возгорания за линией городской контролируемой черты. Окунтуривание очага возгорания и пролив прилегающей территории позволили стабилизировать ситуацию. Отдел ГОИ ЧС Орфеат Суньев информирует, что угрозы распространения огня на территорию ЗАТО нет. На месте пожара сосредоточили дополнительные силы и средства Орфеат Суньев, ФПС номер 4, Росгвардии и муниципальных предприятий. В круглосуточном режиме контроль за ситуацией ведет комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы города Алексея Сафонова. Глеб Никитин внес изменения в правила проведения массовых мероприятий. Несовершеннолетние смогут посещать театры, концерты, детские игровые комнаты без отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19, методом ПЦР и других документов, но только в сопровождении родителей или законных представителей, у которых есть сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, справка о наличии антител или перенесенном заболевании. В случае, если несовершеннолетний посещает массовые мероприятия без сопровождения родителей, ему необходимо взять с собой вышеуказанные документы. Кроме того, требование о предъявлении подобных документов теперь не распространяется на массовые мероприятия в численности менее 500 человек. В частности, это касается концертов, театральных выступлений, спортивных мероприятий, а также на церемонии бракосочетания. В случае допуска зрителей в организации культуры при предъявлении результата ПЦР-теста или экспресс-теста, справки об антителах или сертификата о вакцинации, указанные мероприятия могут проводить без учета ограничений, связанных с заполняемостью зала. Запретом на антракты и работу буфетов. Отдельные изменения касаются работы кинотеатров. Теперь для всех лиц устанавливается свободное посещение. Соответствующие решения были приняты с учетом налаженной системы допуска людей в организации культуры на массовые мероприятия. Подобному изменению указа, конечно, способствует компания по вакцинации, отметил Глеб Никитин. За минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом. 544 из них в Нижегородской области. В нашем городе за день заболели еще 3 человека. Из тех, кто госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Более 20 тысяч саровчан уже привелись от коронавируса, но новые случаи заболевания продолжают регистрировать каждый день. За июль в нашем городе выявили 378 заболевших COVID-19. Остановить пандемию может только вакцинация, уверены медики. Подробности в следующем репортаже. С начала пандемии COVID-19 прошло уже более полутора лет. Человечество активно борется с новой болезнью и побеждает во многом благодаря массовой вакцинации. И хотя ни одна разработанная вакцина не дает 100% иммунитет, тем не менее даже эффективность 80-90% обеспечит надежную защиту большинству привитых. Только вакцинация может нас спасти от такого большого распространения этой инфекции. Это создание коллективного иммунитета. Чем больше у нас в городе привьются, тем больше у нас будет создан коллективный иммунитет, тем меньше у нас будет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. На выбор саровчанам предлагают 4 вакцины. Эпивак-корону рекомендуют тем, кто уже переболел. Вакцину Кови-Вак делают людям от 18 до 60 лет. Их отбирают по ряду показателей. «Спутник Лайт» подходит для переболевших или ранее вакцинированных. Самая эффективная вакцина, которая существует сегодня, ГАМ-Ковид-Вак или «Спутник Ви». Это генно-инженерная вакцина, которая создана... Основа создания этой вакцины – это все наши вакцины, как мы от гриппа прививаем. То есть здесь взят убитый аденовирус и куда вставили ген белка коронавируса. Вот и все. То есть здесь ничего нового нет, опасного нет. У людей, которые перенесли COVID-19, формируется естественный иммунитет. Но он недолгосрочный. Вакцинироваться можно уже через 6 месяцев после выздоровления. Доказано, что вакцина дает иммунную защиту на год. По результатам последних исследований, прививка может давать иммунный ответ до 2 лет. «Спутник Ви» также защищает от мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции. Мы считаем, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны вакцинироваться. Обязательно. Потому что во всей стране известны случаи реинфекции. И, как показывает практика, если пациент заболевает повторно COVID-19, то переносит заболевание в более тяжелой форме. Вакцинация проходит в два этапа. После первого компонента формируется частичный иммунитет. Для его укрепления вводят второй. Наибольшая концентрация антител в крови достигается на 42-й день после начала вакцинации. Медицинские работники призывают горожан не рисковать здоровьем своим и окружающих и сделать прививку против COVID-19. Ради своих близких, ради своего окружения. А в первую очередь, чтобы наконец-то побороть эту инфекцию, чтобы достичь коллективного иммунитета и добиться снятия ограничений, о которых сейчас очень много говорится. Мы должны проявить свою социальную активность. На прививку можно записаться на портале пациента, позвонить в колл-центр первой поликлиники по телефону 95511. Поликлиники номер 2 95577. Телефон прививочного кабинета 95549. Стартовал прием заявок на международный конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2021». Заявки принимают до 30 сентября на странице конкурса.серафим.рф. Здесь же можно ознакомиться с положением о конкурсе. По результатам планируют снять видеоролики и издать буклет с информацией о победителях, их опыте и направлениях работы, которые могут использовать другие добровольцы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России упростят оформление пенсии и пособий. Чтобы получить соцподдержку, россиянам не придется тратить время на изучение перечня госуслуг и сверять, могут ли они на них претендовать. Портал будет автоматически предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета. Пояснили в Минэкономразвитие. Механизм профилирования для более чем 600 федеральных услуг должны внедрить до 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг – до 2024 года. Стартовал прием документов от малого и среднего бизнеса о получении субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках и бизнес-форумах, регистрацию и сертификацию продукции, покупку контрольно-кассовой техники, обучение работников, приобретение оборудования. Об этом сообщает Департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства. Предпринимателям компенсируют расходы, понесенные не ранее 2018 года. Документы принимают в рабочее время в многофункциональном центре или администрации Сарова. Последний день приема – 31 августа. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-42, 977-53, 992-92. С 12 по 15 августа в Нижнем Новгороде на адекватории Волги в районе Стрелки пройдет Кубок Чкалова по авиационным гонкам «Формула-1» в поршневом и реактивном классах самолетов. Авиационные гонки пройдут в два этапа. 13 августа – квалификация, по итогам которой определят финалистов, а 14 августа – финал. В состязаниях участвуют самолеты отечественного производства Як-55, СП-55М и Су-26. Зрителей ждет насыщенная шоу-программа, в том числе выступления пилотажных групп «Стрижи» и «Реакторы». Летчики продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29 и Л-29. Пилот Владимир Николаев покажет высший пилотаж на самолете Як-55. Точное расписание будет опубликовано в социальных сетях русских авиационных гонок. В Мордовии проходит мероприятие, посвященное 20-летию канонизации Федора Ушакова. Гости республики могут посетить различные экскурсии и концерты – усадьбу Великого флотоводца и Санаксарский монастырь. В Темниковой побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Праздничные дни, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова, для Темникова особенные. Святой праведный воин Федор Ушаков – небесный покровитель всего военно-морского флота России и Республики Мордовии. С его именем тесно связан город Темников и его окрестности. Здесь адмирал поселился после того, как ушел в отставку и вел мирную и благочестивую жизнь христианина. Именно благодаря своей вере и делам милосердия полководец прославился в лике святых. Здесь он был человеком уже мирным, вел праведную жизнь, посещал Темникова, Санаксар, помогал крестьянам, и люди к нему очень хорошо относились. И вот эта жизнь, она как раз, наверное, и показала его с этой стороны. Поэтому вот сейчас мы имеем великого флотоводца, святого. Он не ждал благодарности, не искал. Слава его сама находила. И поэтому вот среди множества, казалось бы, всех мировых военачальников, вот выбрал его только он, и это видно по делам. Никто в этом плане, потому что святым не делают за подвиги военные, это, казалось бы, даже противоречит. А именно вот за милосердие, за верность Христу. На торжествах собрались общественные и культурные деятели. Мероприятие посетили и руководители Ушаковского общества, которые есть в разных уголках России. Цель этого объединения – воспитать у молодежи духовно-нравственные ценности на примере святого воина. Сам образ Ушакова он воспитывает. Вот мы очень этому рады, что мы можем ребятам показать пример. Вообще самое главное – воспитание пример, да? Не надо ничего говорить, как надо поступать. Нужно просто рассказать пример жизни вот какого-то человека. Для нас это Ушаков. Торжественная часть праздника прошла в парке имени Ушакова. К жителям и гостям города обратился глава администрации Темняковского района Сергей Кизим. Все желающие смогли возложить цветы к памятнику адмирала. После этого иереи республики осветили место под строительство часовни Федора Ушакова. Здесь возложение цветов и освещение часовни, место под часовни, которое в ближайшее время будет воздвигнуто в память о том, что здесь раньше находился Спас-Парбюджинский собор, где как раз и отпевался Федор Ушаков. Мы, конечно, надеемся, что в дальнейшем все эти события, череда событий, конечно, позволит возродить этот Спас-Парбюджинский собор. В ближайшие годы получат развитие туристический кластер Темников Санаксары. В его рамках планируется благоустроить город и построить новые объекты, в том числе и короткую дорогу до Дивеева. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Сергей Шаров успешно завершил зимний соревновательный сезон. Благодаря победам в лыжных гонках он получил почетное звание «Мастер спорта России». Как проходит подготовка Сергея к новому сезону, расскажем в следующем репортаже. Соревновательный сезон 2020-2021 у Сергея Шарова прошел на высшем уровне. На всероссийских соревнованиях воспитанник Шор «Атом» показал результаты, которые позволили получить почетное звание «Мастера спорта». Благодаря этому Сергея пригласили в юниорскую сборную России. В составе сборной спортсмен проходит подготовку к новому сезону. Тренировки отличаются интенсивностью и подходом. Это совершенно другой план, совершенно другая подготовка. Больше акцент делается на силовую подготовку и техническую, нежели на функциональную. На сборах в учебно-тренировочном центре Кавгалова спортсмены занимались не только на роллерной и кроссовой трассах, но и в специальной лыжном тоннеле, в котором можно круглый год кататься на лыжах по снегу. Сергей отметил, что план тренировок был одинаковый для всех, но всегда корректировался, чтобы создать комфортную тренировочную среду. План у всех один, но при восстановлении человека после тренировочного процесса он может корректироваться вместе с тренером. То есть тренер может подойти, обсудить с тобой какие-то другие детали тренировки. То есть где-то сбавить тебе план, ну где-то сбавить объем, где-то сбавить скорость, где-то наоборот добавить или нарастить. Где-то поменять тренировку вместо лыж пойти на роллеры или на кросс. Сергей признается, что во время длительных сборов скучает по Сарову и ребятам, с которыми тренировался раньше. Приезжая домой, спортсмен старается больше времени проводить с друзьями. На следующий сбор Сергей вместе со сборной отправится в Австрию. У нас будет роллерная подготовка и кросс, кросс-походы. Мы едем в горы на высоту, там будет обязательно подъем в гору на роллерах и много будет кросс-походов. Ну, с очень длительным продолжением времени, такие как 4 часа и больше. Сергей вместе с другими воспитанниками с Шор Атом участвует в чемпионате России по лыжероллерам, который проходит сейчас в Сарове. Ребята постараются показать достойный результат. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!